по стримам на вечер по стримам на вечер сегодня отбой нужно отдохнуть наконец-то мне такие черту стриме но вечер такое сегодня число вообще ведь 16 почему у меня за 15 последний вот чуть не запись не стартанула что ли похоже что да вот это что зовут тогда у нас 11 сейчас посмотрим да это вот она пролига вчерашняя кажется без записи мы остались и первого старкрафта ребят к сожалению ну тут ничего не поделаешь я не виновата и я я а а а а Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Так, ребят, ну что, ждем лайфенга мы... Так, все, группу зовет меня, отлично! Продолжение следует... Продолжение следует... Так, сейчас будет... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Так, ребят, на лайфенге что у нас? На лайфенге у нас... Что-то результаты вообще не обновляются... Во-первых, на кибетике и ставочки... Кому интересно, ставьте... А, вот, слип с кофе сыграл... Офига себе, кофе... Маскеда, слипа всех нагнул... Вообще, киложур сейчас с маскедом будет играть... Ждем, кому интересно... Ставки есть, делается... Киложур фаворит тут со всеми... И с кофе он фаворит... На кофе 335, а кофе слипа с маскедом нагнул... Ни хрена себе... Так он может и киложур нагнуть вообще в мясо... Мне кажется, не? Так, Дмитрий Юрьевич присылает мне 300 рублей... Кто это Дмитрий Юрьевич? Это Димган не ты ли? Скучаю по Армаде в твоем исполнении... Армада тоже скучает по моему исполнению... Поверь мне, поэтому... Как-нибудь оно произойдет, это исполнение... Спасибо большое за поддержку, ребят... Очень приятно всем... Всех благодарю... Как будет ФП, Армадку сыграю обязательно... Хоть раз, если я играю... Игр там несколько... Играю ее... Вот и я вижу, Миша... Поэтому я говорю, что кофе 335 коэффициент против этого... Как-то заманчиво очень смотрится, товарищи... Ну посмотрим, посмотрим... Так, нужно стрим не переименовать еще, кстати говоря... К сожалению, первый StarCraft походу не записался... Что это GG Player не поражалось записей... Я не уточнил... Обычно как бы Каа спрашиваю... Ребят, идет... А сегодня я подумал, что идет... Она ни хрена не идет... Хотя кнопка не горела... Нет, у неё я... Не теряю, это не будет... Не теряю... Не теряю... привет лицо сочники с запасом знаешь прикуп значит как наши говорят парня из пскова знал был прикуп съем кусочек по аналогии с таким же с такой же тем вот но сочи нам не надо вот осочников кушают иногда кто прикуп знает ну если посмотрел я не знаю советовать не буду смотри сам как бы если ты там пилишь иногда по приколу то пили вот а за поддержку всех еще раз выра дарю дмитрий юрьевич и всех-всех-всех кто поддерживает а Продолжение следует... 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 Да, гейминг просто здесь будет у него. Адептик вышел очень-очень вовремя, линги не смогли пробежать, заказан муф у Слипа. Видите, Слип он раньше в КТ команде был давным-давно, а сейчас-то он где? Он какой-то в китайский, по-моему, тиме, его уволили потом из КТ, потому что он, честно говоря, был слабоват. Да и сейчас, видимо, не слишком силен, раз китайцам проирывает, да? Ну, Кофе молодец, судя по всему, что-то на подъеме сейчас. Ну, посмотрим, как он с Макседом отыграет. Ведь еще не вечер, еще Кофе нужно будет биться с кем-то там, третью игру. И не факт, что он с первого вообще выйдет. Тут еще, если будут друг друга выигрывать, могут потеснить, соответственно. Муфовером доделывается сейчас. Вот он овер висит, он просто вот так вот отсюда сейчас полетит на ясносок. Вот он полетел, все, здесь спалят, что происходит. Ну, а что здесь происходит? Здесь Twilight скорость таки адептам, робо заказано. То есть, ну, достаточно стандартно все делает у нас сейчас Максед, пилонов добавляет раз и два по периметру, чтобы контролить все врывы абсолютно. Для чего это нужно? Если Зерк захочет... Вот ставьте пилоны так, ребят, почему? Потому что, ну и здесь потом нужно будет, здесь вот один есть около Нексуса. Если Зерк захочет дропнуть бейлингов к вам неожиданно, то вы будете видеть овер, а вот если здесь залетать будет, вы уже здесь его будете видеть. Здесь вот здесь, представьте, сколько ему летит чудо-минеральной линии. Тут можно в туалет отлить, сходить будет успеть, прежде чем он долетит, а потом прийти еще хоп и сконтролить. Если контроль, конечно, нормальный, если контроль мертвоват, то лучше остаться за компьютером, конечно. И просто спокойно рабочих увезти, там расплетить, юнитов боевых подвезти. Здесь адепты заходят и почему-то Максид боится ворваться. Почему здесь? Ничего нет, кроме двух королев. Странно очень, у Зерка вообще ничего нету сейчас. Зато рабочего подрезает на третьей базе, адепты все возвращаются, чтобы четырех лингов переходить. Что за прохлада? Так, кстати, насчет падений на секунду, такое бывает. Я сам врубал чьи-то стримы, по-моему, даже свой собственный. И такая хрень происходит, что просто хоп, и все стопается изображение, и только обновление помогает. Я не знаю, почему так происходит, честно говоря. Но это не от меня, наверное, проблема. Опа, 133 дропа откуда-то взялось. Хотя тут дропов было 133, не знаю почему. Может быть и из-за этого даже. Пользователь Бараба активировал премиум на ваш канал. Бараба, спасибо тебе. Так, адептики стоят, адептики больше не врываются. Два дрона минус, где два дрона минус? А, здесь призма летает, харасит, не вижу я этого момента. Ну и у Макса-то все хорошо. Посмотрите, 92 на 84 по лимиту, рабов больше, 3-й нету ставится. Здесь гейты много гейтов. Что здесь за печальная сосиска завалилась такая, а? Покажу вам печальную сосиску. А в это время призму минуснул зерк, ребят. Чарли, ты что там так опечален-то? С чем? Ну подними мостик свою. Дай поглаживать я хоть. Что ты, я моя? Не все, не имеешь же день гулять нам по улице с тобой. И так сегодня с утра. И Машу облизал, и все, и нагулялся везде. Чарлика хочется всегда понемножку потрепать, братана мою. Все, ладно, отдыхай. Адепты, Сентри и Морфл. Здесь выход идет очень интересно. Еще масса адептов. Показали, 102, 4, 119. Еще один гейт. Здесь стенка интересная получилась. Заходят адепты филдики. Падает гидроден. Хорошо филды. Посмотрите, вот это называется идеальные филды. Ровно 4 филда. И идеально они, кстати, друг к другу прилегают, что никто не пройдет. Можно поставить здесь 5 или более. Но нужно-то минимум энергии стараться потратить. Вот здесь вот уже филды далеко от идеала. Один залез на другой. Вот он должен был быть по центру здесь, чтобы не получить дэмэж. Он все равно сдавит, просто не слабо. Плей-офф завтра, Варди говорил. Понял, Бубонт. Но если Варди говорил, то Варди-то знает. Он там с китайцами общается. Я тоже как бы так. Но я... Не особо. Нет. Сочники на сосиску не поменять. Тот же сосиска съест просто все сочники и все. Еще адепт подходит. 103, 4, 117. Прессинг продолжается. Ну, микс у Протса. Как бы против Гидры вроде сильный. Но Беллингов-то кто будет убивать в данном миксе? Я понять не могу. То есть, с одной стороны вроде как все и неплохо. А с другой стороны здесь обязательно нужно сталкеров некоторое количество добавлять в этот микс. Адепты хорошо на вторую зашли. Минус нули рабов. Линги отдельно от Гидры приходят. Лингов почти всех забрал. И идеально телепортируется сейчас на мейн. В итоге у нас Протс. Рабочих 30 на 64. Даже если Зерк отобьется. Для него это крайне печальная ситуация. И я думаю, что здесь ГГнчик очевидный для Зерка. Можно попытаться проатаковать. Ведь боевого лимита у него побольше. Немножечко пока, чем у Протса. Но вот Протс ступит. Два пилона здесь. Стал вот здесь. Два филда поставил. Все. Зерк пишет ГГ. Сдается. Нужно правильно позицию уметь занять. Протс, конечно, занимает. Но где филды? Где что-нибудь-то вообще? Да. Тогда сказал, что идеальные филды после того ни разу больше крутых филдов не было со стороны Протса. Вот здесь вместо двух четыре зачем-то. А можно было два поставить. А сейчас еще два. И сидеть спокойно, не отдаваться. Зерк ломится дико просто. Но сейчас до варпадептов. Я уверен, что Протс здесь скорее всего отобьется. Если бы он еще блинком пользоваться пытался бы. Протс пишет ГГ. А, ну да, смотрите, по лимиту-то печально все стало. Но в то... Безвольный Протс абсолютно. Абсолютно безвольный Протс. Филды бомжовые запустил наверх. Какой-то 3-2-2. Я протестую просто. Я даже не буду ничего тут орать. Ну реально, что он ГГ-то написал? Ну хотя, да, там Гидры много зашло, а против Гидры... Ну варпил бы на вторую адептов, я не знаю. Что-нибудь пытался бы сделать. Короче, мертвичина сплошная. Мертвичина сплошная. Продолжение следует... 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 Рабочих на десятку больше у Макса до сейчас, чем у Слипа. Но здесь зато много лингов есть. И эти много лингов огражают эти 6 адептов. Пытается нагнать Слип. Нагоняет адептов. Идеально успел. Начинает пробок подгрызать. Пробок 4 уже уничтожено. Ну что ж, неплохо. Уже в рабок у Зерга больше. Мув бейлингом делается. 1-1 милишные делаются. И гидре рейндж с мувом заказан. То есть, сейчас немножко гидре будет. Ну, короче, игра все нормально у Зерга становится. Камни догрызть решил. А что же Протс? У Протса скорость таки адепта. Мы в этот раз, блин. И Протса опять собирается идти вперед. То же самое, что в прошлой игре, по-моему, подъезжает к нам медленно, но верно. А нужно ли прессовать-то сейчас вообще? Так, ну что, неплохие филды. Гвардиан врубил очень поздно. Вместо того, что сразу врубить, и королев. Королеву пинши дэмэджа нанесли. В итоге Сентрии потерял и от королев в том числе. В это время адепты на мэйне заходят. Еще с двух сторон шатает. В этот раз Протс. Но через центр-то чего он боится шатать? На мэйне адепты вообще уже разбирают. Раву в хлам. Смотрите. Пять погибло. Линги приходят. Эти лингов явно недостаточно. Здесь ничего нету. На третью оборот стоит. Это один-один похоже. Адепты переходят на вторую. Один, правда, все. Успел туда прийти. Букату надо забирать. Просто сейчас и все. Я уверен, что Макс это и сделает в итоге. Призму надо ближе перевести. Призма за тридевять земель где-то стоит. Против гидралов бьет. Сейчас за РГГшечку напишем. Не понял я, почему в прошлой игре любите. Хотя нет, там плохо все было. Один, один. Один, один. Как и лажур в бой вступит, я понять не могу. Или он уже вступал в бой. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok А, Рьянг вместо него. А я не заметил, что ты написал. Точно. Рьянг будет. Просто на Ликвипедии ничего не обновляют. А, так Рьянг получается. Так это круто. Погодите. Кофе кого убил? Кофе убил. Слипа и Макс это уже, да? Ну да. Ну Рьянга убить сейчас полуфиналиста-то. А не полуфиналиста, а четверть финалиста ГСЛ. Будет крайне трудно. Он очень сейчас в хорошей форме находится. Рьянг я имею ввиду, конечно, ребят. Субтитры сделал DimaTorzok Ну что, ребят, палочки, да, против палочек, но красные палочки из Ли, это Слип, соответственно, Зерк, Максед, ну, мы поняли, во-первых, это Процс, у вторых, у вторых, Процс, простые палочки, без всего. Точка сбора на вторую уже ставится у Макседа. Приветствуем на Твиче, СК-2Т и Гудгейм, ребят. Всех рад видеть сегодня после этого турнира, навряд ли что-то будет, да там вечером ничего и нету. А, еще отборочные будут сегодня в АЦА, ну, нет, в АЦА отборочные не буду стремить, мне надо с хоботом поговорить, говорил он про финалы, там что-то, может быть, получится на финалы вписаться. Почему на студию звал комментировать, Киров, вот, надо у Алекса спросить, я не знаю, у кого, короче, там поговорю потом просто, какие даты, может, я по времени даже не смогу так-то. Теоретически-то я и не против бы, как бы, да, это сделать. Минус-пробочка. Плюс еще два гейта, очень странная какая-то стенка, хотя вот здесь проход. Ну, все же стенка странная, блин. Ну, я обычно, примерно, что так и делаю, сюда гейт, просто ближе ставлю, сюда пилон сверху, какая разница, пилон это или еще один гейт будет. Разницы очень и очень мало. Строятся дроны. Значительная часть, уже 10 дронов на золото переводится. Ну, естественно, добыча зерга уже выше гораздо процессовской, ну, тем более, с трех баз, посмотрите, тут до 2300, там 1800 где-то, на пятихаточку больше. Еще при этом всем вторая вообще не раскачена, ну, как вообще, по минералам тут 7 рабочих на минералах, причем они еще и расплечены, это криво, я бы сказал. Ну, тут уже поперли роучи вовсю, надо обороняться от адептов. Нет, три здания здесь можно закрыть, если гейт поставить не вот так, а вот сюда вот, да, его как бы поставить. Но тогда здесь будет, можно адепта толкнуть, в любом случае, как бы лингами, часть пробежать может. То есть нужно ставить еще пилон, чтобы наглухо закрыть. А эти два гейта закрывают наглухо вообще, что там тяжело грызть с энтрю или что-либо еще, что там будет стоять между гейтами. Хоть скорость атаки адептам сразу же блинк заказываю, но вот блинк так рано, я не знаю, я раньше делал, сейчас я так рано даже не заказываю. Почему? Третий нет, собственно, нету, и смысл в блинке с трех гейтов сталкеров вообще варпить смысла нет. То есть это уже К6 гейтов, да. Лучше фаржу сделать и сначала плюс один заказать пораньше, как мне кажется. Либо как-то билд по-другому продумывать. Уходят адептики. Третий нет. Минус королева, врыв на мейн пошел Ну так карасит проц Более-менее Ну тут с рингами начали драться Надо было бы конечно с рабочими Выдраться с адептами лучше Но не перефокусить Там уже особо было Три дрончика макса забирает Да варп адептиков еще пошел Выдвигается иммортал с мазеркуром Два даже иммортала с центрями с адептами Здесь стеночка на треть есть Хорошо бы кэшфатонку в такой ситуации иметь Одну, но нету Два гейта, три гейта И три восемь гейтов у протса В данный момент в наличии присутствует Сейчас еще третий мортал будет готов Все это вперед пойдет Но нужно ли призмой залетать? Нет, призмой на мейн залетать не нужно И зерк, чем протс прекрасно понимает А зерк не стал адептов встречать Как в прошлый раз В этот раз он встречает с люрой протас без обсервера Не атакуй люркерами Так можно было сейчас унизить просто жестко Дать пойти протасу сюда Представьте просто Если бы зерк понял, что там Ну нужно было знать, что обсервера нет Или думать о том, что обсервера нет Но можно было посмотреть, что над армией ничего не кружится И попытаться стопануться Если бы на стопленных пять люров сейчас просто зашел Это был такой разгром бы просто Но он не зашел И опять идет протаса И опять зерк не пытается даже стопануть их Ну уже 150 на 125 Уже лимит хороший здесь очень Есть одна оранжевая атака Люра копается Пошел разводик Вроде до варпа Вроде Увернулся сейчас Протас от всего Отходит назад Пытается разводить Нескалингов выманил Уничтожил Здесь пытается призму варазу Гидры много уже есть Минус призма сейчас будет Пытается призму уйти Никуда не уйдет Даже минус 10 лимита Как с куста Адепты с лоу граунда не достают Надо сталкеров сюда Или имморталов Ближе подводить Кого рейндж больше Есть еще одна призма Будет на мейн врываться Здесь овер есть Он все увидит Так Минус уйт овер Входит тут макс Четвертый Нексус пошел По грейдам У Протса Печально Уже 1-1 Сделался Уже милишная Там грейда Армор Пошел Сейчас Неплохую Группу Сейчас Зажимает Фродс Отжимает 7.4 150 По лимиту Хайф И спайр Сейчас строится То есть Грейтер спайр В брудах Будет выход идти Ну блин Леру в лоб Все равно не пробить Как-то здесь не будет То есть 12 леркеров Как же Фродс Гуляет на муве Просто я смотрю И удивляюсь Че ты на муве Так ходишь Братан Блин Ну что Готов почти Спиль Сейчас Грейтер спиль Спайр Сейчас будет Да Пошел Грейтер спайр Будет Заказан Караптер В ближайшем Будущем Ну что Четвертый Некст вроде Как достроился Здесь еще Имморталов Подходит Микс конечно У Протаса Дикий Сейчас Очень даже Смотрите Тут Ченлинг Правда Все видит 7 Имморталов 3 Архона Сталкеры Зелки Есть Адептов Правда Не наблюдается У Зерга Не вся Люра В этом направлении Сейчас Кстати говоря Присутствует Пошла атака Заходит Протас Архоны Где-то Сзади Имморталов Ну и Имморталов Хотя бы атакуют И то хорошо Актерверов Спасает Пробивает Протас Зерга Протас На 4 Базе Я прошу прощения В хлам Пробивает Актервер Смог улететь 4 Минус Где призма Я не могу понять Иммортал Один еще На муве Походит Там 3 бруда Делаются А нужно ли Сейчас Отходить Вообще Когда Можно добить Пока Бруды Немного Хотя Если бы Пошел Хотя Чего это 4 4 Люркера Здесь Призмы Нету Варпа Нету Была Призма Я думаю Добил бы Скорее всего Бродс Ну Броды Это шанс Для Зерга Просто 2 Старгейта Он Понимает Что Так Просто С ними Не Побиться Будет Сейчас Темпи Нужно Нужно Здесь Обязательно Одна Фатонка На 4 Сейчас Лингами Забежать Фатонку Сбрить И Вообще Все Хорошо Будет Филон Поперли Зерг Понял Что Единственный Для него Шанс Так Как Золото Кончилось А Новейшую Базу Выбил Прот Единственный Шанс Для него Идти Вперед Что У Бруд Плохо Так Это Одна Атака Но Вторая Еще Не Готова Пока Здесь 2 1 Линги Одна Рейнжовая Есть Но Бруд И Правда 0 0 Так Что Тут Тоже ХЗ Зелков Чаш Готов Идут Они Вперед Больше Не Идут А Сервера Здесь Нет Они Танкуют Они Быстро Падают Обычно Достаточно Хватит Ли Грелок Тоже Вопрос Тоже флейт бекон пошел, грелок уже достаточно много, забегание готовится, а ну вот сюда к часу 12, ну да, это будет час, час позиция на 13, забегает у нас соответственно зерк, минусует пилоны, просто что-то никуда не идет, я не знаю, что прото ждет, у него 200 вообще сидит, что-то ждет сейчас, сейчас уже будет грелок 8 штук, будет плюс 1 они, а может быть даже флейт бекон и для темпстов, а именно для грейдов, да, и грелок продолжаю строить, это же плюс 2 заказать, прото все сделал, дает зерку отстроить 200, зачем он дает 200 отстроить, я без понятия, но он хочет брудов, типа, да, там уничтожить просто воздухом, ну, зерка третья куготь так, началось, короче, великое стояние какое-то китайское, китайско-корейское, я даже сказал, ну вот, прото пошел вперед, но ошибка, что не делает в этой, вторую атаку не делает на воздух сейчас, прото, это ошибка были по-любому здесь у нас 3 фатоночки, и так, линги пробегают, заметил зерк? нет, посмотрите, лингов вижен маленький, он пробежал, даже не заметил ничего ну, прото, всей армии давай назад иди, блин, а дал зерку уже больше, чем у тебя лимит отстроить, у зерка 3-1, третья куготь доделался, атака воздушная есть, заказал вторую так, а счет-то у нас, кстати, 1-1, счет-то я не проставил, это же решающая игра здесь микоз плюс плюс бруды штормы кидаются, да грелками лети вперед микоз, а, там королева еще, е-моё караптер просто немерено пришел просто, 50 лимита подарил и домой пошел и вместо того, чтобы темпистов строить, что-нибудь воздушное, 2-ой атаку на остров делает, делает 6-ти штормовиков ну, молодец, ума палата называется азерк, вперед поперся мазершип пошел демоджины и мазеркор, мазершип не полное хп, будь не люблю из демоджинов мазершипы делать ну, это время на мэйни пытается призмой захарасить, вот здесь несколько лингов, которые не дают это сделать у бродца еще и ресурсы проседают в итоге бруды прилетают, 101-138, мазершип еще не готов, 1-ой темпист сейчас будет готов штормовички куда-то поперлись инфестров видится, они там уже с микозом, большинство этих инфестров ну, вот вайперов нет, чтоб темпистов притягивать ну, есть микоз, чтоб караптерами забрать можно было грелки попадают на микоз в очередной раз караптеры на них наламываются штормы хорошие проходят, грелки на разогреве, конечно, часть юнитов убили 117-173, слив разрывает, протас такую игру отдал бомж, судить вам итак 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 Преимущество было просто гигантским Он умудрился взять и отдаться Я вспомнил Вол реально Вспомнил сливку с брудами Настрел хрень Рьян против слива Против курейс Облубиться Против курейс Против курейс Так ребята Одну минуту просят Как раз таки мне нужно быстренько Свалить Против курейс Продолжение следует... 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 Кофе 2.0 Слип 1.1 Если слип проигрывает, то все Ну, Рьянг сейчас будет со всеми подряд биться Со Слипом, с Макседом И с Кофе потом Если Рьянг всех выиграет, Кофе второе место займет Скорее всего Либо Слип выиграет сейчас подряд Задержка 120 секунд Помните об этом Данный турнир я стримлю абсолютно официально Поэтому все на Ютуб выкладываю Так что все ок, ребята Кто не увидит записи, посмотрите Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну все, ребят, погнали В игру успел Вот, сегодня после данного турнира Я прервусь Там вечером ВЦА отборочные, конечно Но Один денек Вчера я Коти вечером не стал стримить Но сегодня утром Доченька моя, Маша, приезжала Полиплинику я очень хотел увидеть Давно не видел Вот поэтому с Дашей как бы лег спать вчера Но она там легла еще в 11 с лишним Я к часу лег, потому что раньше не мог заснуть Но встал в 7.30, короче Вот С утра ходил там всякие дела делал С поликлиникой С поликлиники с дочкой и так далее А сейчас стримлю Вечером отдохну Что просто, ну завтра Так рано вставать мне не нужно будет Завтра GSL у нас только будет Но какое GSL Dear Music Marubial Группа Вот Опа Завтра GSL Копа International Квалификация Дайте-ка я, кстати, пока вспомнил Пристройка Завершена Улучшение Завершена Так что вот так Завтра смотрю на Копа International Уже квалификация начинается Короче, надо выяснить Кто там и что Попытаться ворваться Кстати, сейчас я посмотрю Кто там Организатор Еще раз BioStudio Кто такое Я вообще Что это Я вообще не знаю Попытаться 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 Так, ладно, потом спрошу, короче, в скайпе Ребят, давайте смотреть Тут вообще-то Рьянг против Слипа Рьянг играет в билд в стим Стандартный, два медивака И как Подобно тому, как Бьян Переходит танки Здесь тоже на факте лаба Но почему-то минка строят Не помню почему Здесь Марики плюс Риппер принимают лингов Спокойно Ни одного Марика вообще не погибло Все это идет сразу же вперед 20 лингов хоть и заказано У Слипа, но он абсолютно не готов к рыбу Посмотрите, королев разбрасывает вообще Че ты боишься, Рьянг? Куда ты побежал-то, дурачок? То есть ничего нет вообще Ничего нет, он что-то боится Ну не дурик ли, ё-моё, дуричочек Отступай, Кайти, королеву забирает Идет вперед проход Тут принимает королеву еще Линги спускается, на рампу заходит На рампу зерк запустил Не, братан, на рампу запустил Сейчас будешь терять здесь много всего, значит Так, лингов Линги забегают Катит сейчас Рьянг очень плохо Лингов раскатил, королеву раскатил Потери катастрофические Три юнита на 53 Посмотрите, как дроп этот окупается Просто колоссальная окупаемость здесь Королева все еще живет Падает королева 8 на 65 по итогу Ребят, это ГГ 63, 84 по лимиту Пока я пытался там отписать Выяснить Здесь уже игра кончается Дронами пытаются ЗРК отбиться Смотрите, на потери в конце Просто дичь Но Рьянг сейчас силен, ребята Это факт Дичь просто какая-то Ждем следующую игру ЗРК отбиться Пошел Линвайт Ега Иā ЗРК отби За эту игру Далее Пригл gucken Да Далее Скорто Иlah 要 Продолжение следует... Продолжение следует... Так, да, группу видел, ты же, по-моему, и скидывал. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ну чё, ребят, привет всем на Твиче везде! Вторая игра... Вторая игра... Рьянг против Слипа сделал в Зерк Бэйнов. Зерги не делают Бэйнов по таким билдам, в принципе. Почему твоё видео нельзя плюсовать? Почему нельзя плюсовать? Можно твоё видео плюсовать? Вот я плюсик поставил, как бы вообще... Так... Так... Так что всё окей... Вроде как... Так, Дмитрий Александрович мне тут 90 рублей присылает Димган, это ты что ли? Мне уже Дмитрий сегодня присылал... Но вроде это был не ты... Спасибо, ребят, всем за поддержку! Ну... Надеюсь у нас Линги что-то сверху отзабегает... А Рипера пытается перехватить у нас слип... Рьянг видит это, Рьянг внимателен! Рьянг внимателен! Ну да, плюсуйте видео, ребят, я плюсанул уже... Он Юра скидывает... Просто скидывай не один раз его... А то бывает и я прошу там хрен кто плюсанёт... Ну так-то я думаю 10 плюсиков на изичах... Ну, кстати, насчёт попадания на мейн... Кстати, может это премиум только можно... Не знаю, попасть... Должна попасть, должно попасть, само по идее... Сейчас и посмотрим, как 10 наберётся... Двойной дроп опять полетел... Собственно, в этот раз Беллинг Нес запиливает у нас товарищ Слип... Но марики вне визжена Зерга сюда пролетают... Зерг Линга ещё добавляет... Но в этот раз не 14 мариков и 16... Рипер тоже присутствует в этом выходе... И сейчас хорошо ворвётся у нас Рьянг... Врывается криптумор и отменяет... Гранатки под королев... Лингет прибегает... По-моему, это подобное что-то предыдущей игре у нас намечается или нет? Ну да блин, да не кайте, ты просто бы... Да ну Рьянг, короче, тоже... Перехвалил я его... Чё он вот сейчас делал? На муве, блин, идёт... Кореец, блин, робот... Жмёт что-то сюда... Чё ты жмёшь-то? Пошли на место через атаку... Там... Мариков, блин, почти как Лингов... Они бы в секунду бы их расстреляли и королев бы уже убивал бы... Каз вчера расстроился, хотел Ревчика в группу здесь... А как это всё происходило-то? Там в Скайпе как-то жеребьёвка хитрая, как на GSL типа была... А я вот не видел, я вчера отдыхал вечером уже... Нужно у нас сломалась стиральная машина дома, но... Правда, как бы... На неё ещё гарантия... Три года было сейчас, один год... Ведь вернули бабки... Но она стоила 12, как бы... А сейчас за 12 борода... Ну, купили мы вчера машиночку... Вообще-то стиральную... За два отсос там Арестон... Попался толковый бородовец... Сразу видно шарит... Сказал... Опа-на! Как Минка жахнула! Восемь! Но это бэйны были, а не линги! Всех бэйнов подрезала Минка... Сказал, что... Арестон сборка... Конвейерная получается, не ручная... А для России это плюс... Потому что, ну... Человеческий фактор, то есть... Элементарно раздолбать-то по-другому... Это называется у нас... Плюс очень долго здесь производится... Они, как бы, 20 лет уже... И... Короче, за... Такие деньги только у них... Как бы... Качество получше... И... Функции... Поболее... Хотя много функций... Нахрен мне надо вообще... Как-то так... Короче, в общем-то... Арьянк обложил сейчас беднягу Слипа... Слипа уже возвращает Лингов домой... Будет пытаться с двух сторон отбиться... Здесь Минка перед танками... Находится... Танки жахлуют... Сейчас Минка отходит... Под королев... Выманивает сплэш... Снизу Линги пришли... Снизу Линги пришли... Сверху Беллинги... Все вроде как уничтожили... Отбивается Слип... Но... У него на третьей базе... Нет ровным счетом... Ничего... Ребята... Там нету на третьей базе... Минка сейчас погибнет... Королевы Криптумора делают... Уверсир куда-то улетел... Слип вообще абсолютно невнимательно играет... По чейджингам... По чейджингам... Чейджинги не видят... А Минка их видит... Уничтоженные чейджинги... Не самые ценные юниты... Но Минка спалилась на этом вообще... В итоге... Выбивает ее все-таки Слип... Здесь дропчики летают... Так... Кстати... Прошу прощения... Ребят... Постоянно забываю... На Твиче... Это я не обновил... Название стрима... Вот в чем прикол... Давайте сейчас... Чуть секундочку... Сейчас я обновлю... Что это вообще... Лайфенка идет у нас... А... Ну тут кстати... Лайфенка был... Только группа-цена... У нас-то группа-цена... ПД... Эээ... Что я там заорал-то... Блин... На Твиче... На Твиче звук рубился... Опасно... Я сразу заорал там... Ну что... Второй куготь... Доделают зерга... Здесь несколько лингов... Несколько десятков лингов... Прибегают на третью базу... Но здесь есть три танка... Один из них погибает... Свои же... Сплэшем на крыльях... В это время пытается... Рианк отхарасить Слипа... Ну тут как бы... Харас идет... Не получается убить... Но у Рианга больше лимит... Намного чем у Слипа... У Рианга грейды... Обратите внимание... Ну тут 2-1... У Рианга тоже сейчас 2-1 будет... Для Тирана это хорошо... Когда с зергом одинаковые... Ну в принципе это... Одинаковые с зергом... Это и есть одинаковые... У Протса еще поля... Третий грейд есть... Поэтому я всегда говорю... Что Тирановский лучше... Там грейды 2-1... Чем 2-1 Протсовский... Например... Вот здесь же примерно ровно... Но у Тирана юниты рейнжовые... То есть теоретически... Контролить... Атака будет очень сильно решать... Здесь-то нужно Бэйном докатиться... А тут можно просто часть отстрелить... И улететь... Например... Здесь Марики Увера подбревает... Выстраивает Рианг... Интересную стенку... Здесь в районе 3-й базы... Соплай-блок... У него соплай-блока... Сейчас не будет... Это время дроп... Один медивак на мейн... Попытка инфестейшн... Забрать инфестейшн... Быстро кэш падает... Но забрать не получится... Королева рядом... Плюс медивака... Очень мало было... ХПшечки... И естественно Рианг побоялся его потерять... Улетел заранее... Чтоб его не сбили... Но вообще все Рианг очень четко делает... Конечно не так четко... Как в первой игре... Там было просто избиение... Какое-то... Унижение... Не спеши строить... Тем более что это направление... Контролят марики... Прекрасно... Сейчас надо просканить... Выбить весь крип... По всем направлениям... Что Рианг собственно и делает... За один скан... Очень много крипа... Вычищает... И смещается в центр... К основному выходу сейчас... Залетают танки... Идет выход... Эти из дропов сейчас разгрузятся... Валичицы присоединятся... К основной армии... Вот они пошли вперед... Дал Энриянг... Небольшую передышку... Премиум на твиче... Да мне не нужен премиум... Хотя нет... Там бабосики... Жак какие-то будут... А... На премиум и подписочка будет... Да... То есть можно на твичку... Писаться будет... Ну надо... Я просто не знаю... Кому писать... Надо спросить... Можно и легкие написать... Но легкие я думаю... Что мне... Нет столько времени сейчас... Да... Чтобы... Стримом каждому выдавать... Там премиумы лично... Да... Какие-то... Лучше в порядке... В порядке... Как все... Грубо говоря... Сделать это... Ну что... Рианг прессует... Надо отдалить... А то не видно диспозиция... Хорошо... Танки... Часть снизу в этом... Проходе в центре остались... Марики поднимаются на хайграунд... Часть спускается вниз... Всё... Престимпачилось... В эллинге заходят... Рианг даже не сплитит особо... И ему достаточно... Вполне юнитов... Чтобы продавить... Это... 2-0 Рианг... И мы будем смотреть... Сейчас Рианга против кого-то ещё... Это будет Кофи... Либо Максов... Я не знаю... Остаётся... Собственно... 2-2 Бу-3... Рианг против Кофи... И Рианг против Макса... 4... Видите... Это четвёртый уже Бу-3... Получается... Да... Ну да... Ультралы мягкие ещё... Ой... Ультралы мягенькие... Они не могут... Мариков с тремя атаками... Им просто противостоять... Здесь уже и Либератор... И здесь... Всего достаточно... Абсолютно... Марики подходит... ГГ... Печёт слип... Конечно... Рианг... Вот реально... Рианг сейчас на таком подъёме... На каком я его давно не припомнил... Когда он раньше тащил там поле... Или ещё когда-то он был... Чуть ли не чемпионом ГСЛ... Или может быть даже чемпионом... Поправьте меня... Я точно вам не скажу... Либер ! Продолжение следует... 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 Так, Дмитрий Александрович забыл Это всего 90 добавить Спасибо всем, короче, кто поддерживает Так, пошел дропчик, ребят От кофе дропчик идет И он, смотрю, неплохо все делает Так, случайно Что-то убавил звук, все, звук прибавил Да нет, сильно я не худел Мурьянка вроде как отбивается, да Но от кофе двойной дроп Сразу с танчиками идет, далее С Минкой и Мариками Вот и танк приезжает Марик как-то неудачное выбрал место для дроп Еще и Минка по своим же юнитам жахнул А очень неудачное место для дропа кофе выбил Поэтому отдается он здесь, соответственно Дмитрий А2 сегодня поддержали меня, смотрю Насберг, спасибо большое, ребят, Дмитрию И спасибо всем, поддерживайте меня И мой канал, естественно По реквизитам, либо через плеер Улетают медиваки все Циклон не смог добить Здесь банша врывается на инвизи Здесь туречка строится Вы видите, все сами прекрасно Нужно циклонам, нужно скани сейчас вылавливать Как стараться Ну, картинка там справа в видео вставляется Насколько я не знаю, как ее туда Не туда можно поставить Так, кажется, туретка заблочила всю добычу к чертям Ну, скан где сканет сейчас Просканил кофе, сбил баншу По лимиту, кстати, даже в плюсе остается Обязательно нужно вычинить все Все здесь медиваки Все здесь нужно вычинить обязательно Банша тоже вперед летит Здорово, Димган, это ты, я так понимаю, был Спасибо тебе с 90 Пиши там, что как по времени Будем с тобой решать, что там да как Когда Банша от Рианга Банша сейчас была и от Кофе Смотрите, какие китайцы безвольные Ну, что это такое Лимита больше даже было Дышит ГГ Баншу сбили ГГ И что ГГ-то там Ну, ладно, да, там преимущество небольшое есть Третья ЦС И на три рабочих больше Нет, он ГГ сразу пилил Ну, все удовлетворен вторым местом Что за лузерская политика вообще Окей Вторая игра, погнали! Продолжение следует... Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Улучшение завершено. Дима Торзок Фактически Во второй игре Решил кофе сыграть в реперов Рэперов Рэперовы мои рэпера Говорит кофе И кстати говоря зафокусил Рипера оппонента. Ну с двумя-то Риперами надо уже врываться Либо с тремя. Вот третий, четвертый Сейчас подлетит. Здесь один рипер Один гелик всего лишь у нас есть Запрыгивают риперки на мейн Да что ты боишься-то, тормозончик Давай распличивай. Харась Как никогда не харасил Гранаты кидаются. Геленов Хорошо забирает. Рипера надо убить оппоненту Хорошо Подхарасил. Три ксмки Забрал. Вынужден был спрыгнуть Низ. Нужен регент сейчас обязательно Парабам. Близкая Ситуация. По юнитам Близкая ситуация. Но три гелика Сейчас от рьянга не дадут В общем-то риперам Так его разорвать экономику Как хотелось бы кофе, видимо Риперы запрыгивают на мейн Надо врываться. Надо сплитить Надо красных вперед Что ты боишься-то так, как Заяц всего в лесу Кто заяц всего не боится Ниф какой-то, блин Все, риперы зашли Начинает схватить. Четыре гелика Плюс два рипера здесь у рьянга Короче, рьянг отбивается А там либератор летит унижать Как вы видите. Это 2-0 в пользу рьянга Рьянг будет дальше биться, видимо С Максодом Я так понимаю Здесь либерочек прилетел Все, он ГГ ставит здесь точку В этой игре Здесь просто нечем отбивать его Зачем на инженерку ГГ пить? Да, да, все, кофе здесь Соливается В этой игре Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Так, кто-то, ребят, сдается. Последней игры не будет у нас сегодня, насколько я понимаю. Ну что же... Я прошу прощения, я пока отвлекся. Давайте я стоп-старт сделаю и вернусь к вам через несколько секунд, чтобы это отдельно все обрублено было. Ждите.